После смерти Юлия Борисовича вышло постановление Государственной Думы увековечить память академика. Его именем названа улица, создан музей, установлены памятники и мемориальные доски. Но вот инициативу присвоить ядерному центру внеев имя Харитона пока не поддержали. Я знаю о том, что это, пожалуй, единственный случай в России, когда имя создателя не было присвоено институту, который он создал. Ну, история еще не закончилась. Посмотрим, что будет дальше. Музей-квартира Харитона был открыт в 1999 году, к 95-летию со дня рождения академика. В экспозиции представлены предметы домашней обстановки, фото и документальные материалы. Личные вещи ученого, членов его семьи, друзей и близких знакомых. Большой вклад в создание музея внес академик Ради Илькаев, который тогда руководил ядерным центром. О таких выдающихся совершенно людях нам, конечно же, надо говорить все больше и больше. Потому что это, конечно, и гордость страны, и это, вне всякого сомнения, такие люди, которые вообще определяют нашу жизнь на многие-многие годы. Сегодня музей-квартира Харитона занимает особое место в Сарове, напоминая жителям и гостям нашего города о вкладе этого выдающегося ученого в обороноспособность страны. И каждый раз, посещая этот музей, каждый раз испытываешь в себе трепет чувства познания нового об этом уникальном человеке Юлии Борисовичи Харитоне. Двери музея открыты для саровчан и гостей города. Организовать посещение можно по предварительной заявке по телефону 3-58-98. Екатерина Апёнова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.